Компания Peugeot внезапно назвала себя старейшим автомобильным брендом из ныне существующих, отчитав себе историю с 1810 года, когда мануфактура семейства Peugeot еще выпускала кофемолки. Спустя десятилетия в сферу интересов войдут велосипеды, и лишь в 1896-м Арман Peugeot основал независимую от родственников автомобильную фирму 124 года назад. Но, как говорится, был бы повод. Похоже, что черная полоса для французского льва заканчивается. Семья Peugeot пока не вернула себе контроль над компанией, но французы выкупают у китайского Дунфы на части акций, проданных пять лет назад, и на волне оптимизма перезапускают спортивную программу. В планах и возвращение в Лиман. На сей раз Peugeot целится в новый класс гиперкаров, который придет на смену нынешней категории LMP-1 уже в следующем сезоне чемпионата мира на выносливость. Гибридные гиперкары получат 200-киловаттный электромотор на передней оси и ДВС позади кокпита. Суммарно установка выдаст около 500 кВт, о подробности мы узнаем позже, ведь по правилам гоночный гиперкар нужно выпустить не менее чем в 25 экземплярах. По сути, это обязательство иметь дорожный аналог. Пресс-служба Лимана прямо пишет, что гиперкар Peugeot будет носить индекс 508. Гадать не будем, но вот серийный заряженный 508-й от подразделения Peugeot Sport уже готов и в октябре поступит к европейским дилерам. Создатели отмечают, что это мощнейший серийный автомобиль Peugeot за все 210 лет. Впрочем, французы не лукавят. Гибридная установка совместными усилиями развивает 360 л.с. хотя весенний концепт-кар обещал все 400. Но это точно не вина бензинового турбомотора 1.6, который и так выдувает из себя 200 л.с. Первый из двух электромоторов встроен в 8-ступенчатый автомат вместо гидротрансформатора. Еще один электромотор установлен на задней оси, то есть заряженный Peugeot 508, де-факто трехмоторный и полноприводный. Динамические характеристики вполне достойны звания спорткара. Но еще интереснее раздел «Практичность». Ведь в исполнении PSE можно заказать не только лифтбэк, но и универсал. А еще это подзаряжаемый гибрид, не со слишком емкой батареей, но достаточной, чтобы на электротяге проехать 42 км, развивая скорость до 140 км в час.